Мастер-класс ИВЛ на аппарате Inspiration LS, часть 1. Для того, чтобы нормально проводить ИВЛ, мы должны учитывать возможности аппарата, потребности пациента, взаимодействия аппарата с пациентом и результаты ИВЛ. Узнать об аппарате мы можем, нажимая кнопки и поворачивая ручки или из инструкции к аппарату. Но кроме этого нам нужны базисные знания. Мы должны знать, из чего состоит режим ИВЛ и чем один режим отличается от другого. Аппарат предлагает нам выпадающее меню со списком режимов. Инструкция к аппарату тоже предлагает список режимов и подсказку, как их включать. Но что из себя представляет каждый режим ИВЛ, мы должны знать сами. Выпадающее меню аппарата предлагает нам всего 9 режимов ИВЛ плюс Автомод. Названия режимов, используемые на аппарате Inspiration, складываются из способа управления и варианта согласования вдохов. Вот так. Мы начнем по порядку, со способов управления вдохом. Способов три. По объему Volume Control, по давлению Pressure Control и Dual Control двойное управление. На нашем сайте в свободном доступе для вас есть лекция «Способы управления вдохом». Как сказал Ямамото Цунетема, в течение одного вдоха нет места сомнению, есть только путь. Сейчас мы будем обсуждать способ управления вдохом. Говоря о способе управления, мы должны уточнить, как переводится с английского слова Control. Перевод глагола Control – это управлять. Поэтому Control Panel – это пульт управления, вовсе не приборная доска. Контрольный пакет акций – это право управлять компанией, то есть быть директором или назначать директора. To control the plane – это значит управлять самолетом, держась за штурвал. Чтобы крепче запомнить, что Control в переводе – это управление, справа на слайде, штурвал. В настоящее время выделяют три способа управления вдохом. Это Volume Control Ventilation по объему, Pressure Control Ventilation по давлению и Dual Control Ventilation или двойное управление. Когда капитан управляет своим кораблем, он ведет его либо по внешним ориентирам, например, ночью по звездам. Чтобы корабль шел на север, капитан держит курс на полярную звезду. Или капитан ведет свой корабль по навигационным приборам, например, по компасу. Или, как говорят настоящие моряки, по компасу. Одновременно держать курс по внешнему ориентиру и по навигационным приборам невозможно. То же и с управлением аппаратом EVL. Или по объему, или по давлению. Управление по объему – это Volume Control. По давлению – это Pressure Control. При управлении по объему у аппарата задача – доставить объем. Перед аппаратом стоит задача за определенное время доставить пациенту дыхательный объем. И самое простое в техническом плане решение – это использовать постоянный поток в течение времени вдоха. При этом площадь под кривой потока – это объем. А давление в дыхательных путях – зависимый параметр. То есть давление в дыхательных путях зависит от состояния респираторной системы и от того, каким потоком аппарат доставляет целевой объем. При управлении по давлению у аппарата задача поддерживать предписанное давление вдоха. При управлении по давлению аппарат в течение времени вдоха поддерживает предписанное, установленное при настройке аппарата давление. И при этом поток и объем являются зависимыми параметрами. Они зависят от состояния респираторной системы пациента и от длительности вдоха. Сравним управление вдохом по объему и по давлению. При управлении по объему, на слайде слева, перед аппаратом стоит задача за определенное время доставить пациенту дыхательный объем. И самое простое в техническом плане решение – это использовать постоянный поток в течение времени вдоха. При управлении по давлению, на слайде справа, аппарат в течение времени вдоха поддерживает предписанное, установленное давление. И при этом поток и объем являются зависимыми параметрами. Они зависят от состояния респираторной системы пациента и длительности вдоха. Когда мы говорим о характеристиках аппаратного вдоха, мы описываем дыхательный объем, давление и поток. Это три главных кривых на мониторе аппарата ИВЛ. И основа взаимопонимания между врачами и конструкторами аппаратов. Объем или давление играют роль управляемого параметра. Итак, у нас есть три любимых, постоянно измеряемых и взаимозависимых параметра. Это поток, объем и давление. Что является целью, а что средством достижения цели? От этого зависит и название способа управления вдохом. И параметры вдоха. Поскольку у нас есть способы управления по объему и по давлению, дыхательный объем или давление вдоха – это цели, которые мы можем поставить перед аппаратом ИВЛ. Поток – это средство достижения поставленной цели. Для примера, если наша цель – смолоть мешок зерна в муку, то средством будет энергия ветра или поток. Если быть точным, аппарат ИВЛ создает поток. Всегда. Даже если его отсоединят пациента или тестового мешка. А объем и давление мы получаем, когда поток упирается в конкретные легкие пациента. Что же такое поток? Поток – это литры в минуту. Это объем в единицу времени. Если измеряют поток в трубе, то говорят, что поток – это объем жидкости или газа, проходящий через сечение трубы за единицу времени. Но для нас с вами, когда мы заполняем, а потом освобождаем объем легких, поток – это скорость изменения объема. Постоянный поток создают самые простые аппараты ИВЛ. Постоянный поток хорош, когда нам нужен постоянный равномерный поток энергии, если мы идем под парусом или летим на реактивном самолете. Но когда мы имеем дело с ограниченным объемом легких, посмотрите, как стремительно нарастает давление в дыхательных путях. На графике сверху. А главное, что в конце вдоха давление растет в том же темпе, а зачастую и круче, чем в начале вдоха. Это зависит от комплайнса респираторной системы. При управлении вдохом по давлению, давление в дыхательных путях – это цель. А поток – это средство достижения цели. Если нам нужно надуть мяч таким образом, чтобы давление в мяче оставалось постоянным, каким будет поток? В самом начале, когда в мяче много пустого места, для того, чтобы удерживать давление на заданном уровне, поток должен быть большим. Но по мере заполнения мяча, свободного места остается меньше, и поток уменьшается. Когда мячик заполнен воздухом, поток сходит на нет и прекращается, а давление остается постоянным. Еще раз обратите внимание на графики потока при традиционном управлении вдохом по объему с постоянным потоком и при управлении вдохом по давлению. Двойное управление – это управление вдохом по давлению для достижения целевого дыхательного объема. В принципе, любой нормальный доктор, когда проводит ИВЛ, управляемую по давлению, использует принцип двойного управления. Давление в дыхательных путях не может быть конечной целью ИВЛ. Конечная цель – это минутный объем вентиляции. Минутный объем складывается из дыхательных объемов. Поэтому врач, проводя ИВЛ по давлению, подбирает такое давление вдоха, при котором будет доставляться целевой дыхательный объем. При двойном управлении компьютерная программа аппарата выполняет то же самое. Когда меняются свойства дыхательной системы, аппарат меняет давление вдоха. При двойном управлении задача – доставить целевой объем, управляя давлением вдоха. После того, как мы разобрали способы управления вдохом в левой колонке таблицы, мы разберем способы согласования вдохов. Для того, чтобы говорить о согласовании вдохов, мы должны знать, какие вообще бывают вдохи. С позиции современной классификации режимов ИВЛ в вдохе бывают только двух типов. Принудительные – мандеттери, и спонтанные – спонтениус. Соответственно, могут быть только три способа согласования. Все вдохи принудительные, все вдохи спонтанные, и сочетание спонтанных и принудительных вдохов. Для того, чтобы описать вдох, используют фазовые переменные или параметры, описывающие фазы дыхательного цикла. На нашем сайте в свободном доступе для вас есть лекция о фазах дыхательного цикла. Теперь мы будем обсуждать фазовые переменные. Если есть фазовые переменные, естественно, что должны быть фазы дыхательного цикла. Конструкторы аппаратов ИВЛ и эксперты по респираторной терапии используют классификацию Мушина. Дыхательный цикл считается от начала одного вдоха до начала следующего. Дыхательный цикл делят на четыре фазы. Первая фаза – переключение с выдоха на вдох или включение вдоха. Вторая фаза – это вдох. Третья фаза – переключение с вдоха на выдох. И четвертая фаза – выдох. Посмотрите, как это выглядит на схеме. Цифра 1 – включение вдоха. Цифра 2 – вдох. Три – переключение с вдоха на выдох. И четыре – выдох. Затем понадобилось выделять очень короткие, почти мгновенные фазы включения вдоха и переключения с вдоха на выдох. На первый взгляд кажется, что можно было бы, следуя физиологии, разделить дыхательный цикл на вдох и выдох. Но фазы переключения важны для инженеров и конструкторов аппаратов ИВЛ. Аппарат ИВЛ – это не пылесос или вентилятор. Он делает вдохи с заданной периодичностью. И с конструктивной точки зрения важно, как включаются вдохи и выдохи. Для нас с вами эти фазы важны, поскольку, чтобы правильно использовать, нужно знать, как действует. Для включения вдоха и переключения с вдоха на выдох у аппарата есть внутренние программы или устройства, отдающие команды. Устройство включения вдоха называется триггер. Соответствует первой фазе дыхательного цикла. Во время вдоха работает фазовый переменный лимит, который вносит поправки и ограничения параметров вдоха. Устройство переключения с вдоха на выдох называется сайкл. Выдох происходит пассивно, но давление конца выдоха определяется уровнем пип или безлайн прэш. Начнем по порядку. Вдох начнется только после того, как сработает триггер. Слово триггер переводится как спусковой крючок, пусковое устройство, пусковое реле, запуск. Для аппарата ИВЛ триггер – это пусковая схема, включающая вдох. Для срабатывания триггера и включения вдоха могут быть использованы различные параметры. Время, давление, поток, объем, электрический импульс, проходящий по диафрагмальному нерву, сигнал с внутрепищеводного датчика давления, сигнал, получаемый за счет изменения импеданса электрического сопротивления грудной клетки при начале вдоха и так далее. По-английски параметр, используемый для срабатывания триггера, называют trigger variable. Триггер несет имя того параметра, на который откликается. Существует time trigger, pressure trigger, volume trigger, flow trigger и другие. Time trigger включает вдох по расписанию. Если сработал time trigger, значит вдох начал аппарат ИВЛ. Time trigger – это единственный из триггеров, который игнорирует волю пациента. Если пришло время вдоха, time trigger включает вдох. Другое название триггера, срабатывающего по времени – machine trigger. Такое устройство в виде вращающегося барабана со штырьками есть в музыкальной шкатулке. По существу, такая же программа работает в автоматической стиральной машине или хлебопечке. Все остальные триггеры имеют общее название patient trigger и срабатывают в ответ на инспираторную попытку пациента. Pressure trigger срабатывает на изменение давления в дыхательном контуре. Это самый старый из группы patient trigger. Pressure trigger есть на любом современном аппарате ИВЛ. Flow trigger Триггер срабатывает на изменение потока через дыхательный контур пациента. В том случае, если датчик потока находится между тройником контура и коннектором пациента, flow trigger реагирует на изменение потока от пациента к аппарату. Если аппарат оснащен только проксимальным и дистальным датчиками потока, стоящими на входе и выходе дыхательного контура, для срабатывания flow trigger нужен базовый поток. По-английски flow by. Flow by это поток, текущий рядом. Flow by похожий на stand by в вашем телевизоре. Посмотрите, на верхней схеме пациент не делает попытки вдоха и датчики, стоящие на входе и выходе дыхательного контура, регистрируют одинаковый поток. На нижней схеме пациент делает попытку вдоха, датчики регистрируют разницу потока и flow trigger включает вдох. На аппарате inspiration установлен только триггер, работающий с датчиком потока, находящимся между пациентом и контуром дыхательного аппарата. Переключение с вдоха на выдох по-английски cycle. Глагол cycle значит прекратить вдох. Cycle variable следует понимать как параметр прекращающий вдох. Это специальный термин используемый в EWL. В большинстве англо-русских словарей вы найдете перевод слова cycle как цикл, колесо или даже велосипед, но когда мы говорим об EWL, глагол cycle это переключение с вдоха на выдох. Cycle variables это фазовые переменные, которые используются для переключения аппарата EWL с вдоха на выдох. Это может быть время, поток, давление или объем. Фаза вдоха заканчивается, когда величина параметра избранного в качестве cycle variable достигает предустановленного или порогового threshold значения. Time cycling это переключение с вдоха на выдох по времени. При переключении с вдоха на выдох по времени выдох начинается сразу после того, как истекло Inspiratory Time или время вдоха. В том случае, когда дыхательный объем доставлен пациенту до истечения времени вдоха, Inspiratory Time состоит из двух временных отрезков. Inspiratory Flow Time или потоковое время вдоха и Inspiratory Pause или инспираторная пауза. Посмотрите, как это выглядит на графике слева. Слева на слайде аппарат выполняет вдох, управляемый по объему. После того, как объем доставлен, поток прекращается. Завершилось потоковое время вдоха, но клапан выдоха закрыт. До тех пор, пока не откроется клапан выдоха, по определению продолжается время вдоха. Временной интервал, когда поток остановлен, а клапан выдоха еще закрыт, называется инспираторной паузой. Выдох начинается только когда истекло установленное время вдоха и открылся клапан выдоха. По времени или Time Cycling. Обратите внимание, что когда используется управление по объему, а переключение на выдох по времени всегда есть инспираторная пауза. На правом графике показано управление вдохом по давлению с переключением на выдох по времени. В данном случае аппарат ИВЛ поддерживает заданное давление в дыхательных путях, пока не истечет время вдоха. При переключении с вдоха на выдох по времени, по истечении времени вдоха открывается клапан выдоха и начинается пассивный выдох. Для закрепления материала вдох управляемый по объему с переключением на выдох по времени. Представлены одновременно графики давления, потока и объема. Посмотрите, давление непрерывно растет, пока есть постоянный поток. Когда объем доставлен, поток прекращается. С этого момента начинается инспираторная пауза. Во время инспираторной паузы объем не меняется, а давление понижается. Происходит перераспределение воздуха в легких и нет компонента создаваемого сопротивлением потоку в дыхательных путях, поскольку поток отсутствует. Выдох начинается, когда истекает время вдоха. Когда происходит переключение с вдоха на выдох по объему, вдох будет продолжаться до тех пор, пока заданный объем не пройдет через управляющий клапан вдоха. Как только заданный объем доставлен пациенту, поток воздуха останавливается и начинается выдох. Посмотрите, как это выглядит на графике. На графике объема пунктиром показана граница, при достижении которой прекратится вдох и начнется выдох. это целевой или пороговый объем. На графике потока площадь под кривой соответствует целевому объему. При переключении с вдоха на выдох по объему, как только объем доставлен, поток вдоха останавливается, открывается клапан выдоха и начинается пассивный выдох. При переключении с вдоха на выдох по давлению вдох будет продолжаться до тех пор, пока давление в контуре аппарата ИВЛ не достигнет пороговой величины. Как только пороговое значение достигнуто, открывается клапан выдох, инспираторный поток останавливается, начинается выдох. На графике давления пунктиром обозначен порог переключения на выдох по давлению. Пороговое значение достигнуто, открывается клапан выдоха, инспираторный поток останавливается, начинается выдох. При переключении с вдоха на выдох по потоку вдох будет продолжаться до тех пор, пока поток не снизится до установленного порогового значения. Как только заданное пороговое значение достигнуто, открывается клапан выдоха, инспираторный поток останавливается и начинается выдох. Переключение с вдоха на выдох по потоку используется в режиме pressure support. Параметр, управляющий вдохом, давление. Аппарат ИВЛ создает поток, обеспечивающий предписанное давление. Поток начинается с высоких значений и снижается по экспоненте. Переключение с вдоха на выдох выполняется при снижении потока до порогового значения. На нашем графике порог переключения по потоку 25% от максимального. В заключении о переключении с вдоха на выдох нужно понять и запомнить, что переключение по объему и по времени это аппаратное переключение на выдох или machine cycling. Здесь пациент ни на что не влияет. Пока аппарат не доставил объем или пока не стекло время вдоха, выдох не начнется. Переключение с вдоха на выдох по давлению и по потоку – это спонтанное переключение на выдох. Или иначе, инициированное пациентом. Пациент при начале спонтанного выдоха меняет давление в дыхательных путях и останавливает поток вдоха. И таким образом включает выдох. Четвертая фазовая переменная – это PIP или baseline pressure. По ДКВ положительное давление конца выдоха переводится как PIP – positive and expiratory pressure. Поскольку выдох происходит пассивно, параметры выдоха определяются свойствами респираторной системы пациента и уровнем PIP. Вдох начинается с уровня baseline pressure. На панели управления аппарата EWL – этот параметр вентиляции часто обозначается как PIP – drop – CPAP. Термин baseline pressure – это синоним PIP или CPAP. Выдох совершается на уровне baseline pressure. Дох начинается с уровня baseline pressure. Раннее экспираторное закрытие дыхательных путей – одно из проявлений хронической обструктивной болезни легких. При этом заболевание – отек слизистый бронхов приводит к тому, что при выдохе конечные бронхиулы, не имеющие хрящевого каркаса, пережимаются за счет внешнего сдавления и воздух не может покинуть легкие. По-английски это называется air trap – воздушная ловушка. PIP противодействует экспираторному закрытию дыхательных путей. Положительное давление конца выдоха удерживает бронхиулы в раскрытом состоянии и позволяет воздуху покидать легкие. На этом принципе построены дыхательные гимнастики с использованием сопротивления выдоха, например, с вокализацией на выдохе или с использованием трубочки, опущенной в резервуар с водой. PIP раскрывает спавшиеся альвеолы и помогает удерживать их в раскрытом состоянии. Пепятствует от электозированию легких. Положительное давление конца выдоха – важный компонент рекрутмента, выполняемого при остром респираторном дистресс-синдроме. Следующая фазовая переменная – limit. Этот параметр носит скорее описательный, классификационный характер. В переводе с английского limit – это предел. Предел означает установление максимальной величины параметра во время вдоха. Limit variable – это ограничение параметра. Ограниченными параметрами могут быть давление, поток, объем. Предел может быть установлен для давления, потока, объема. При этом давление или объем может быть одновременно управляемым параметром. Поясним на примере. Вы управляете автомобилем. Один из параметров управления – это скорость. Вы видите знак ограничения скорости. Таким образом данный параметр ограничен. Введен предел скорости. При этом скорость остается управляемым параметром, но водитель будет менять скорость в пределах допустимого. Или у данного автопогрузчика предел грузоподъемности полтонны. Водитель работает, перевозит грузы, но в пределах ограничений. Эти примеры даны, чтобы не было путаницы. Фазовый переменный Limit никогда не выключает вдох. Limit просто не позволяет выйти за пределы дозволенного. Если применить метафору, предел как потолок в коридоре. Вы можете как угодно двигаться по коридору, а выше потолка не прыгнешь. При разных режимах и ВЛ ограниченными параметрами могут быть давление, поток и объем по отдельности или несколько параметров одновременно. Время не может входить в группу Limit Variable по определению, поскольку если установить предельное значение времени вдоха, достижение этого значения будет приводить к прекращению вдоха и переключению на выдох. Это значит, что время длительности вдоха будет работать как Cycle Variable. На этом этапе мы разобрали способы управления вдохом. Это управление по объему, по потоку и двойное управление. Фазовые переменные это Trigger Limit Cycle Pip. Дальше нам предстоит рассмотреть варианты согласования вдоха. А теперь для закрепления пройденного материала небольшая анимация. Дыхательный цикл начинается, когда срабатывает триггер вдоха. Это первая фаза дыхательного цикла. Вторая фаза это вдох. Управление вдохом может выполняться по объему или по давлению. Слово Control переводится с английского только как управление. Во время вдоха, кроме управляемого параметра, который определяет способ управления вдохом, действует фазовая переменная. Предел по английски Limit. Limit задает ограничение, но никогда не прекращает вдох. Следующая фазовая переменная Cycle. Cycle это способ переключения с вдоха на выдох. Cycle в зависимости от особенности режима EVL может срабатывать по времени, по объему, по давлению или по потоку. Когда произошло переключение с вдоха на выдох, происходит открытие клапана выдоха. Выдох происходит пассивно. Выдох происходит пассивно и давление в дыхательных путях снижается до уровня PIP или baseline pressure. Это синонимы. Новый вдох начнется после того, как сработает триггер вдоха. После того, как мы разобрали фазовые переменные, мы можем вернуться к вопросу о том, какие бывают вдохи. С позиции современной классификации режимов EVL вдохи бывают только двух типов. Принудительные мандеттери и спонтанные спонтенюс. Соответственно, могут быть только три способа согласования вдоха. Все вдохи принудительные, все вдохи спонтанные и сочетание спонтанных и принудительных вдохов. На нашем сайте в свободном доступе для вас есть лекция о согласовании вдохов и паттернов EVL. В соответствии с классификацией Роберта Чадберна вдохи могут быть только двух типов. Принудительные мандеттери и спонтанные спонтенюс. Вспомогательные вдохи по существу и по определению являются принудительными. Сейчас объясню почему. Пусть принудительные вдохи символизируют этот паровой робот, каждое движение которого это переключение внутренних механизмов и результат действия исполняющих программ. А спонтанные вдохи символизирует девушка, подобное надуновение ветерка. Как сказал Пушкин, и сердцу девы нет закона. Спонтанным считается вдох, если он был начат и закончен пациентом. Это значит, что спонтанный вдох инициируется с помощью любого триггера, кроме тайм-триггера, а переключение на выдох может быть по потоку или по давлению. По-английски спонтанный spontaneous. Это значит, что спонтанный вдох не может быть управляемым по объему и завершаться по времени. Принудительным считается вдох, если вдох был начат аппаратом ИВЛ и закончен аппаратом ИВЛ. Или начат пациентом, но закончен аппаратом ИВЛ. Напомним. При аппаратном включении вдоха работает единственно возможный meshing trigger. Это триггер, срабатывающий по расписанию. Или time trigger. При аппаратном переключении с вдоха на выдох, или meshing cycling, возможны два способа. Это time cycling, то есть переключение по времени, и volume cycling, переключение по объему. Таким образом, по определению, вспомогательный вдох является принудительным вдохом, поскольку хоть вдох и был начат пациентом, но закончен он аппаратом ИВЛ. Во вспомогательном вдохе всегда используются аппаратные переключения с вдоха на выдох по объему или по времени, то есть meshing cycling. Все вдохи, управляемые по объему, volume control ventilation, всегда являются принудительными вдохами, поскольку такие вдохи переключаются на выдох по объему или по времени. То есть, при управлении по объему всегда используются аппаратные переключения на выдох. Согласование вдохов по-английски breath sequence. В результате с математической строгостью из двух типов вдохов можно составить только три варианта сочетаний. CMV или Continuous Mandatory Ventilation, когда все вдохи принудительные, CSV или Continuous Spontaneous Ventilation, когда все вдохи самостоятельные, и IMV или Intermittent Mandatory Ventilation, когда принудительные вдохи чередуются со спонтанными. Наконец, мы переходим к правому столбцу нашей таблицы. Что такое и CMV, и SAMV, вам понятно. А красным выделены варианты спонтанной и VL, когда все вдохи начаты и завершены пациентом. То есть, спонтанные. На этом этапе мы разобрали способы управления вдохом. Это управление по объему, по потоку и двойное управление. Фазовые переменные – это Trigger Limit Cycle Pip. И три варианта согласования вдохов. CMV, CSV и IMV. Субтитры создавал DimaTorzok